тема тема сегодняшней нашей беседы сегодня мы будем беседовать сегодня мы будем делиться это что такое жизнь за сабжект today's subject is what i think we will share on the subject вот is life что такое жизнь в понимании нашем понимании и что дороже жизни how we understand what does mean life and what is more dear to us than life очень важный вопрос определяющий наше наполнение жизнью this answer on this question is important because from this depend what kind of life will be our life how it will look что такое жизнь как я ее понимаю what does mean like and how i am understanding this phenomenon не как я прочитал а как я ее лично понимаю not what i read different definitions what is life but what how i am feeling how i am understanding what is my understanding of life необходима правда наших чувств потому что мы следуем этому пути пути правде наших чувств because дома даже как ты говоришь чувств имеешь ввиду зрение обоняние или чувствами и переживания нет нет переживания имеется ввиду здесь переживания как внутри не дедрусов ау ау экспиренса ау эмоции because we are living on base of this according to our truth сегодняшний стих я прочитаю сам стих соответственно и прочитаю главную тему этого стиха и мы придем к обсуждению first i will read the words and the main point in explanation и если вдруг у нас не задал не заладится обсуждение то я перейду к комментарию ананда с бабаджи if will happen in such a way what nobody will no what some what nobody could share then i will just read the commentary of ананда с бабаджи потому что вы уже можете переводить или мне еще переводить какое-то время да да я прошу прощения за задержку я готова передаю вам ради ради переводить говорит запахи не отдохнет послушается она так мечтала я спрошу я запашу спрошу преданных которые на английском слушать для какой период для них лучше хотя я не хочу спрашивать это такой не вопрос простите для меня для меня ее перевод лучше чем мой вот как я слышу потому что знание грамматики а у меня грамматика она такая на троечку учился в школе ну а где ты будешь хорошо да дамодар праву дамодар праву тебе решать да а это же служение давайте вот в этом направлении в направлении чувств идти не в направлении какого-то знаете коллективного решения а в направлении собственных чувств то есть в направлении вдохновения в направлении служения кто чувствует эту вот жажду этого служения тот и будет этим заниматься я бы не сказал что я сильно жажду переводить мне нравится слушать но я я рад служить преданным если им хочется я я переведу это вопрос вот именно такой для меня для меня перевод это всегда пропускание чувств говорящего через меня поэтому для меня это не просто служение а это еще и моя практика такая можно сказать садану но тогда не тогда не будем лишать говендамохини практики ее садханы и продолжим наше чтение let's continue our reading of our beautiful book итак еще раз напомню тему нашего сегодняшнего зума и мы прикоснемся к тому как раскрывается она на тадесе бабаджи что такое жизнь что такое жизнь для нас для идущих путем кинкери не так как мы его прочитали а как мы его чувствуем сейчас а а а а а а а а и что дороже жизни и и и и и и Итак, стих двадцатый, Радараса Суданитхи. Верс номер 20, Шрирадараса Суданитхи. О, Шриратика, колоколичный пояс на твоих игривых эротических бёдрах позванивает, подобно воркованию лебедей. И ножные колокольчики на твоих лотосоподобных стопах звенят, подобно жужжанию пчёл. Пожалуйста, охлади меня сиянием своей расы. 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 Здесь мы должны остановиться, потому что… Let's stop here. Because here we can feel that while saying this, Mangeris and Kinkaris, they are like in fire. They are burning. Она пылает. Почему она пылает? Почему? While saying this, Kinkaris, she is burning. And why she is burning? Because her swamini is burning. Because her swamini is burning. Because her swamini is burning. So she is begging to cool her off this heat, which is inside of her heart. She is burning. And she is asking to cool her burning heart with a meeting of shyama. That swamini could meet shyama. That swamini could meet shyama. In other words, we can say that meeting of radika and shyama cooling off the heat in the heart of the kinkari. As they have one blazing, blazing heart. And Kinkaris and swamini, they have one heart. Like two persons and one heart. blazing with a fire. And this state is Sankirtan. And this state is Sankirtan. Одно пылающее сердце. It means one heart for two persons, one blazing, blazing heart for two. So the dasi, she is praying, please cool me off, cool off this heart of this foolish dasi. She is saying, please cool me off with the effulgence of your own rasa. It means with the rasa of your meeting with shyama sundar. Cool my ears off with the hearing of the jingling of your ankle bells on your sash. Please cool my eyes off with the seeing of your amorous hips. Cool my tongue off with the glorification of your last rendezvous. It's amazing. It's amazing. She is burning in this fire and even her tongue is burning. So she is begging her swamini to cool her tongue off with the glorification of her amorous meeting with the love. You're writing down your hand with the heart of the lips. I'm sorry, you'd read that? Yes, I read it? Just do it. Then I'd like to read it later, so I wouldn't use it to cover the words. I'll add certain words. This is the commentary? Нашли? Нет. Тогда вернёмся к ручному способу перевода. Охлади мой нос ароматом твоих лотосных стоп. Её нос тоже пылает. Нос кинкери пылает. А её нос пылает, потому что нос с вами не пылает. И чего же желает нос с вами не? Что же охладит нос, плавающий нос с вами не? Её охладит аромат сути её жизни. The essence, aroma of her very life only can cool her nose off. Аромат страсти Мохана. Aroma of the Mohan's passion. Аромат его раса. Aroma of his rasa. И охлади мою кожу прохладным прикосновением к твоим стопам. И кожа её пылает. Кожа кинкери пылает. Кинкери's skin is also burning. Почему её кожа пылает? Почему её кожа пылает? Почему её кожа пылает? Потому что кожа с вами не пылает. Потому что кожа с вами не пылает. И что же может охладить кожу с вами, не пылающую кожу с вами? What can cool off the swamini's burning skin? Прикосновение к сути её жизни. Only the touch of the essence of her very life. Объятие Мохана. Embrace of Mohan. А кинкери хочет обнять лотосные стопы свамини, которые бегут на эту встречу. And what does кинкери want? She wants to embrace running feet of swamini, who is rushing towards meeting with her beloved. Она говорит с вами, ты спасёшь меня, если ты побежишь на эту встречу. Ты спасёшь свою кинкери. And what kinkari is saying? She is saying that you will save your dear kinkari if you rush immediately to meet your beloved. Эти молитвы так сладкие, потому что произнесены в погружении в ситха-сварупа. Практикующие предные также, по милости Шримати, переживут всё это. Это обещание Нантадасы Бабаджи. Обещание. Те, кто практикуют это, практикуют это чувствование. Так же смогут пережить это наяву. Нет ничего слаще во всём мире, чем это. И это заставляет преданного думать, что он находится непосредственно в обществе Шримати. Видите, здесь Анантадасы Бабаджи приоткрывает смысл своей жизни. Нет ничего слаще этой боли. Нет ничего слаще этого горения. Горения вместе с ней, вместе со свами. И здесь мы переходим к обсуждению, что же такое для нас жизнь. Что для нас жизнь сейчас, в данный момент нашей практики. Как мы её проживаем, как мы её ощущаем. Что такое для нас жизнь. И что дороже жизни. Потому что здесь, в этом стихе, явлен эквивалент, духовный эквивалент, этого смысла, смысла жизни. На каком приближении мы находимся к этому эквиваленту. Хотим ли мы этого же? Хотим ли мы этого же? Смысл, цель, абсолютной истины. Это очень и очень важно для нас. Это очень и очень важно для нас. По степени нашей искренности нам будет дарована возможность. depends on the degree of our sincerity we will be given by this opportunity and here we cannot say about some deception or any other deception you see it and self-convenience also will not help in this situation because we should start from the very point we are in just right now and we should not be afraid because the soul of our very soul, our Radhika, is always with us and we should be in our practice, we should be sincere, we should be honest and straightforward in order to do our practice what life is for us let's share let's discuss, let's share our understanding what life is for us а потом мы вернемся к тому, что чувствуют кинкери и чувствуют свамини но мы должны соединиться почувствовать самбанду, связь но мы должны соединяться но мы должны соединяться мы должны чувствовать какую-то связь какую-то связь поэтому, пожалуйста, давайте начнем начнем искать эту связь let's get started and please let's find together this connection was then their feelings who wants to start I can start because someone anyway someone should start I can understand properly the question what is for me what is life and what is more value than life for me for me to live is to love for me it's true it's what I have discovered in the last period of my life I have heard before about love but I didn't I didn't experience love in my life so I even thought that I'm something maybe something wrong with me I don't want to speak about this my experience right now I want to speak about what is what is more value than the life все случаи когда я хотел умереть или когда я умирал был связан с тем что по какой-то причине я не мог связаться с Шримати Радикой я не чувствовал своей связи с ней вот в этот момент there were some situations in my life when I wanted to end up my life and it was because I didn't feel connection that time I didn't feel connection with Радика and I'm very happy to realize that it was only by my side it was my problem and but it wasn't from Radhika's side for Radhika I'm always her manjari and she loves me so much every moment когда я не могу слышать о чувствах которые родны моему сердцу например чувство тулуси манджари момент харикадхи то такая харикадха неинтересна а порой даже просто убивает and for me when I cannot hear about what Radhika is feeling and feelings of manjaris and Radhika these feelings which are very dear to my heart when I cannot hear about this in харикадха so this харикадха for me is meaningless or even it it hurts me it kills me иногда после такой харикадхи такое ощущение что жизнь в меня радость ушла силы нет веры нет жизнь просто такая пустая бессмысленная even I can feel after this empty харикадха empty with the feelings of manjaris or Radhika I can feel that there is no hope in my life anymore there is no strength or some essence some sense yes in my life and no strength and nothing in my life anymore and I even feel that maybe I did some offense to some saintly persons because I had no taste to such a харикадха но стоит мне в этот же момент услышать о чувствах переживаниях тулси манджари в ее служении как сердце начинает требухать я понимаю я живой but when the next moment I can hear разогнаться о чувствах Туллосси манджари в тюрлессе для меня это жизнь без этого это дороже чем жизнь если этого нет хочется умереть So for me, these feelings are more dear than life itself. Otherwise, you can be just like, go and die. Рады, рады. Рады, рады. Как я тебя понимаю. I understand you so much. Городев посадил нас на этот... Ну, это не одну зависимость. И меня тоже. Рады, рады. Можно тогда тоже кратенько пару слов скажу. Я очень рад всех видеть. Что такое жизнь для тебя, родная? И что для вашей жизни? Жизнь. Ну, во-первых, что для нас реальность? Где границы этой реальности? И из чего мы черпаем счастье в этой реальности? Для меня счастьем является каждую секунду видеть весь этот мир, каждый атом этого мира как собственность Свамини и проявленную ей для того, чтобы служить господину её сердце Мохану. И не просто видеть всё окружающее как её собственность, а видеть это как часть её лилы, как часть её взаимоотношений с Моханом. Эта раса, она разлита в каждом атоме, она присутствует везде. И этот жгучий нектар расы разлит в воздухе. И не просто видеть и понимать, что всё, 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 что всё в связи с Лилой, с любовью, с pastimes о Раде и Мохан, нет ничего отделённого от этой лилы. Каждый объект, проявленный Радикой, он необходим ей для её лилы с Моханом. И для меня счастьем является то, что когда милостью Свамини хотя бы тень этого понимания проявляется в моём сердце, это даёт мне бесконечную радость и счастье. И для меня счастье, это даёт мне, это даёт, когда, через границу Радика, какая-то понимание, какая-то понимание этого, какая-то реализация этого 觸ает моё сердце, и поэтому я чувствую огромную энтузиазм, и, как сказать, из собственного опыта. Для меня огромное счастье иметь возможность служить Вайшнавам, кто очень дорог Шримати Радике, помогать им прийти к Свамини, а те, кто уже пришёл, служить им. Это даёт бесконечное счастье моему сердцу. И я молю Радику, чтобы все желания, которые есть у меня, они были у её стоп, и у меня не было никаких других желаний, кроме того, как те, которые исходят от неё. Рады, Рады, Майдан даваты всем. Рады, Рады, Рады. Да, это счастье для тебя — жизнь, я так понял, да? Это вот счастье для тебя и есть жизнь. Счастье этого... Am I understand right, that this happiness you are talking about is the life for you, right? — А кто-то ещё желает высказаться? — Позволите, нет? — О, конечно, конечно, дорогой. — Да, я готовился. — Класс. — Да, да. Я так понял, что это... Три стиха Уткали Кавалари прочитал. Да, и вот я хотел бы на твой вопрос ответить, да, Дамодара, и связать вот с твоей темой, которую ты вначале рассказывал, горящая, горящая пылающая сердца, Кинкари. Рады, Рады. — Я готовила на твой вопрос. Я читала три слова от Уткали Кавалари, и теперь я хочу связать то, что ты говорила об этом горящей состоянии Даси и Радыка с этими словами. — Да, я хотел бы, да, я не такой возвышенный или продвинутый, да, пацией, что я, ну, как бы, делиться своим опытом. Я хотел бы поделиться с вами, дорогие, да, опытом, вот, молитвой. Ответ на вопрос Рупа Госвами. Вот на твой вопрос, Дамодара, прям в первом стихе, в первом азатте есть. — Рады, рады. — Я не так великолепна чтобы поделиться мою собственную опыт, но я хочу игородно поделиться с тобой Рупа Госвами, что жизнь для него, то есть значение жизни для него, и это написано в очень первом от Уткали Кавалари. Рупа Госвами, вот я зачитаю стих первый. О, с вами, Кришна, о, с вами, Нирадхика, это падшая душа, которая приняла прибежище во Вриндавы и сейчас жалобно плачет о речи Славе. О, с вами, Кришна, о, с вами, Нирадхика, this fallen soul pitifully cries while staying нинвриндавану. Ваша падшая служанка сейчас откроет, откроет свое пылающее, пылающее, горящее, в жестоком огне сердце и явит, и явит на нем, знаете, я от себя добавлю, каньоны, бездонные каньоны, тире следы от жгучих слез на нем. И your fallen маид-сервант now will open her heart and will show you these burning traces like vast каньоны, as Раду Говинда is saying, I'm adding this myself, will show these burning traces of this pitifully cries in the heart. And here Anantadas Babaji Maharaj is giving commentary what Rupa Goswami wants to say in this verse. Здесь говорится, что из этой молитвы мы видим, что его сердце Rupa нашей Rupa старшей его сердце охвачено такой беспредел страстной устремленностью, которая его жажда такая жажда, что ее только может успокоить, охладить Дамодар, о чем ты говорил, когда охладит непосредственный Даршин Югла Кишора. Представляете, до чего его молитва сила, жажда довела. На меньше он не согласен. And here we can see how his heart is captured by this burning agony and the only way to cool it off is the Darshan of his dear Radha and Mohan and he doesn't want anything else like this. С одной стороны горящая свет в огне жгучая это жажда жгучее желание жажда с одной стороны но с другой стороны глубокое возрастающее смирение. And from the one side we can see very great burning thirst and on the other side we can see the same growing as thirst great humility of him. And we all understand how the practice as 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 if we are faithful then we start feeling this in comments they read our not perfection I am not proud of you remember Gowinda Mahini how I said how I am happy I am happy to Да, и это бушует, вот эти две эмоции, смирение и жажда, они бушуют его сердце, бушующий просто пожар. И вот, в комментариях, сила Антада с Бабаджи. to desire these very high goals. At the same time, his desire is huge and his humility is also going up. И вот это практически варит. Сейчас будет ответ на то, на что мы должны равняться, да? Отвечая, что для нас смысл жизни — это вот это, знаете, жгучее желание, жажда горящего, сердца, носа, запаха, всех чувств. Вынуждает его непрерывно плакать. Миленький, представьте сейчас, вот каждый из вас ощутите, представьте, что Саду Махараджи рыдает, рыдает. Нараяна Баба, да? Пшила Прабхупада, плачущий учитель, представляете? Рупа плачет. Продолжение следует... И теперь мы должны знать, что мы должны знать, что мы должны знать, great humility and great feeling of this they are crying a lot because of this burning desire in their heart and can you imagine our spiritual masters like Sadhu Maharaj or Narayana Maharaj or Shila Prabhupada can you imagine them crying profusely because of this burning desire which goes up and up and Rupa Ghaslami говорят that for Vajnava for Gaudi Vajnava cry cry this cry is a big goal of life here and here Ananta Das Babaji Maharaj is saying that our guideline is this cry is this crying and the goal for Gaudiya Vajnavas for every practitioner on this path is this strong and powerful cry and 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 the cry is the goal meaning of life is the goal of life И в то же самое время Оканчиваются В то же самое время Югул, Акишора, представляете, Рада Говинга Рада Мохана Ведь их сердца Мягче массы Мягче массы Они сами, по каждому из нас Они испытывают боль разлуки С каждой своей кинкой Со своим преданным Представляете, как они Эту разлуку Нас она как касается А как они Ощущают это Да и вот в этой молитве Когда последнее предложение Ну то есть положение Как бы да Как Югул, Акишора плавят Плавятся От разлуки От разлуки с нами От разлуки друг с другом И так же вот Рупа Гаслами Он говорит Я добавлю своими словами Что он показывает Он говорит им Я открою свое сердце Пылающее вы увидите Оно просто горит Горит И на нем следы Каньоны следы Да Каньоны Глубочайшие следы От жгучих слет И вот для меня как бы Ну просто ориентир Приблизиться Прикоснуться Хотя бы Атом вот этой жажды Получить Вот как у Рупы Хотя бы Капельку Капельку Вот этого Я для себя так Рады Что такое жизнь Я ответил Теперь твоя очередь Анна Дамай is asking, what life is now? What is life for you? И Радуга Винта is answering that. I have already said about this, so now it's your turn. Нет, я могу ответить, что вот сейчас, в конкретную минуту. Анна Дамай, может быть, ты скажешь добавить что-то? Или ваш навы все передам? Я добавлю, как вы скажете. Анна Дамай is saying, please share, and then I will say. Рада Говинда, говори. Я не понял просто. Анна Дамай не будет говорить, пока ты не скажешь, да. Анна Дамай will speak only after you, Рада Говинда. So please share. А тогда ладно. Тогда я перейду. Да, она может быть не будет связана с таким, знаете, как у меня какой-то каббалистический будет ответ. Такой очень. Каббалистический? тех, кто знаком, меня поняли. Да. То есть, я вот этот стих Дамодара, прости, я немножко выбегу, если можно, но вы как бы спрашиваете, я отвечу, что меня, вот в этой игре, вот сегодняшней, то, что ты, от чего пылает эта служанка, от чего ратика горит, она же там безумная, бежит на свидание, она услышала флейту, Кришну. Вот это меня, и знаете, что меня поразило? Как она украшает себя ратика, когда она, вот она, вот это неправильная, как бы, ратика. Вот это меня, меня прямо, просто меня держит сегодня, полдня уже. Рады, рады. Если вы спросите, что происходит в моей жизни, что я чувствую, я могу сказать, according to this verse, because this verse is capturing me, have been capturing me for some time already, and here I'm very astonished how Radhika, due to this very intense burning, how she's decorating herself in an improper way, how she's making mistakes, and it's because of the power of her intense desire. So now, for me, just right now is the life, it's my answer. Да, и мы все знаем, как служанки, как кандидатские служанки, мы знаем, что кинкери все сделают, они все сделают правильно, но, вот представьте себе, Говин да Бахиди, да Мадара, да Вайшнавы, я такую Radhika видел в Джайпуре, это была Калиману, я видел Radhika, а она красным лаком, глаза у нее на красном, красным, а черным у нее стопы, знаете, она вообще, она опьяненная, она пьяная, она сумасшедшая, здесь в этой стихе, да, Дамодара будет читать прямо по Галини, сходит с ума от любви, она же слышала, она услышала крич, да, к флейту, Дамодар, ты говорил, беги, беги скорее, служанка говорит. Рада Говинда is saying that here, further, in the commentary, we will read about how Radhika is прямо по Галини, how she is completely crazy, and I have seen such Radhika in Jaipur, actually, it was not Radhika, it was Kalima, but I was astonished, because I saw Radhika in this Kalima, she has red eyeliner around her eyes, like mascara, yes, but red, like foot legs, she put on her eyes, and her foot, her feet were black, like she put mascara on her feet, like crazy Radhika, crazy in love, she is doing improper things, she is mistaking at every moment of her making, makeup, so we will see further in this commentary this state of Radhika when she is completely crazy, out of love. Yeah, влияет and we will read how radica is completely crazy when she's hearing the food song and because of the power of this food song she's putting her pearl necklace on her feet and she's decorating her session of bells she's putting around her neck and her necklace she's putting somewhere else in a proper place i want to end uh i want to present you um discussion between radica and lolita their conversation radica is saying to her friend she's saying oh my dear friend uh oh lolita uh what what is this sound came from the kadamba forest and uh this sound entered my ears and radical continues this uh these sweet sounds uh coming to my ears they're like a rain of nectar for me and uh like some uh minutes ago uh we have imagined how our spiritual masters how they are crying out of them uh separation and here radica is trying also and she's saying i don't know how to maintain my life anymore radica continues she's saying what should i do now i don't know radica tries to convince her to hold herself родICA and then our raed 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 ra who said to be who the so he plays on this street he he was just что смешивают яд и нектар. Яд и нектар. И Радхика, помните, как бы яд, это понятно, да? Жар вызывает. Но здесь она продолжает. Это не просто жидкость, да? Это не просто вода или нектар. Это лёд. И отчего он заставляет всё моё тело трястись от холода? Представляете состояние? Жар и холод одновременно. И Радхика продолжает. Она сказал, что это флутцы questions под этим мурали флутом, для меня это как раз в бисер и нектарах. И нектарах и нектарах. Это как биржная, как биржная флута. Это эффект по бисерам. Это как биржная флута. И нектарах, это как ice. Иратхика продолжала, ведь это не ядро, но оно ранит, мое сердце пронзает, как копье, это не огонь, но он жжет, сжигает мой разум и мое сердце, и я вот подтверждение того, что это состояние пагово, по Галине доводит ее, я не могу различать что-либо, поэтому она все пугает, для нее все видно. Иратхика продолжала. Я понимаю, что некий великий любовь, укравши все мое терпение, воспевает какую-то великую тайную мантру любви. Иратхика продолжает. Она говорит, что я понимаю, что это кто-то очень искусственен, и этот любовь, который уничтожает все мои подчинения, потому что он играет какую-то энчантливую мантру, которая пронзывает мое сердце и мое сердце. Да, и вот для примера она тогда в флейту приводит, как флейту слышат, да, как слышат вот самые сокровенные, да, любимые сердца Гавинды, Мохана. Когда мама Ишода слышит флейту, представляете, как на нее действует, флейта, этот звук, да, ей сладостно поет, говорит, мамочка, мама, принеси мне деньги, принеси, дай мне сладостно. И дальше, Сиананты Дас Бабажи, Мохаращ, объясняет, как кристи, как побеждает у вас, как они слышат флейта. И для его мать, Комама Ишода, он говорит, о, мать моя мать, п Could you feed мне шпу? И когда папа, папа, да, Кришна, Нанда Махараса, когда он слышит звук, а ведь они все слышат, он слышит, что она говорит ему, папочка, папочка, подожди, я сейчас принесу твою голову. И когда слышат друзья, друзья, его мальчики, они слышат, представляете, флейту, они слышат одно лишь, друзья, друзья, друзья. Пойдемте, давайте быстрее побежим на поля, в луга, в леса, спасти наших каждых. И когда радость, теперь птик. Когда радость слышит, то она явно ей слышит, что она ей напевает, и в ее раковину шеи она нашептует, о, любимый, рай, выходи, беги скорее ко мне, охлади мою сердце. И когда радость, когда радость, когда она уезжает, эта песня, для нее это правильно. Для нее это очень разровообразная, она слышит, как ее любовьinquilит ее на ее раку, И вот в читании Чиритамрики говорили, что Махапрабху, я читаю по комментариям, он пришел на землю, как бы внешне очистить век кали, и принял настроение Радхики, мы знаем, что очень много эмоций он пришел испытать, но он пришел испытать, как флей, как лишний разрушает виды Радхикина. И вот Господь читаний в настроении Радхики, он молится, он молится, молится, ведь мы же религиозные девушки, мы целомудренны, мы боимся религиозных принципов, и поэтому безуспешно пытаемся сохранить свое подпокойствие, безуспешно. Да, и Господь читаний продолжал в настроении Радхики, да, в Йогт-поруке. Когда флейта, этот звук флейты насмехается над нами, насмехается над нами, она, флейта, или он, распускает, знаете, она тянет до нашей поясочки, перед нашими старшими, и заставляет отказаться от нашей застенчивости и порядочности. And Mahaprabhu is expressing this radical mood, and he is saying that when we are, like, chaste housewife, when we are hearing this flute song, so it destroys all our patience and our chastity. А можно вопрос? У меня просто сразу песня пришла Бактивинода Токура на ум. Можно задать вопрос? Сейчас, сейчас, Гавина Бахея, одно предложение. Давай. Слова Радхики, давайте читаем. Представляете, развязывает этот звук флейты. И Радхика продолжает, Радхика, как Господь читаний. Этот звук хватает нас за волосы, за волосы, и тащит, тащит нас к нему, как его рабынь, его служанок, и заставляет нас, женщин-вриндаван, танцевать перед ним всю ночь. Гавина Бахея. И further, he's saying, Гавранга is saying, that this flute song is pulling us by the clothes and by the hair and dragging us to this enchanter and makes us dancing in front of him, like, for a whole night. Да, ваш вопрос, Гавина Матери. Давайте, Гамадари. Я сразу вспомнила вот про эту песню. Есть песня «Бахтинода Токура», где он описывает, как он, как Камала Манджири, сидит в кунже и ждёт, да, вот, что он там живёт. И во Вриндаване очень красиво исполняют, по-моему, Чинтама Нимой, по-моему, да, Чинтама Нимой называется. И там очень красиво исполняли брахмачари, и они, когда поют вот это повествование, то есть Лила, вот как вы сейчас описали, когда все слышат звук флейта, и вот Камала Манджири, она поёт, что когда я услышу этот звук флейта, вернее, да, то я в великом, как там сказано, anxiety, то есть я вот в этом волнении, я вскочу на ноги, когда до моих ушей донесётся этот звук. Она сидит в кунже, и там они очень красиво перед этой строчкой, где вот она выражает свои чувства, они начинают петь, то есть брахмачари, они когда, они начинают, как флейта поёт рады, и они прямо начинают так распевать красиво перед тем, как вот выразить, да, слова дальше бахтинода такура прямо погружает в Лилу. И что когда Манджири слышит звук флейты, вот мне тоже было очень интересно, потому что на этом бажен заканчивается. То есть что я услышу этот звук флейты, я вскочу на ноги, и там было такое, как бы не знаю, что делать, как-то вот так, то есть она в полном оцепенении, и мне всегда было интересно, то есть вот я тоже, да, об этом читала, как слышат там те спутники, да, Радика, но что Манджири слышит, когда слышит звук флейты, я об этом, ну, не знала. И вот только в баджане бахтинода такура я очень сильно задумалась об этом. Мне вот интересно, может быть, вы продолжите и скажете, поделитесь, да, вот что они слышат. Сейчас, да, sorry, I'm very sorry, because I'm asking the question very, very long. I'm very sorry, because for me it's also complicated to recall. I was asking about this scene when every, how to say, associates of Krishna, they're hearing the flute, when in different races they're hearing the flute. And I recall one bhajan of Shila Bhaktivinoda Takur, I think it's Chintama Nimoy. The name is, the bhajan is Chintama Nimoy. And it's very beautiful bhajan, speaking about lila. How it is, these shores of Radha Kund with beautiful trees, with the pearl fruits on it, and the jeweled, very beautiful jeweled shores, magnificent sight, very beautiful. And how the flute song is coming, and how manjari, how Bhaktivinoda Takur in his manjari form, how he's sitting in his kunja, alone. And when he's hearing this flute song, how he's, immediately, he stands up on her leg, and she doesn't know what to do. She's completely astonished, and she's like frozen, and it's the end of the bhajan, so nothing more. And I said that, when, in Vrindavana, when I heard how brahmacharis, how they were singing this bhajan, they were singing very beautifully, that before these feelings of manjari, they were singing how the flute song is saying Radhika's names. And it was really amazing, and you are like immersed in this lila, in this scene, how everything is going on on Radha Kund, and what manjari, what she's actually, what she's hearing. And for me, it was a question. Okay, I have read what everyone are feeling when they are hearing the flute song, and Radhika too, but what manjari, what they are feeling when they hear this flute song. So, and it is my question, what they are feeling, what their feelings are. Can we just go back? So, let's see. Let's go. Okay, let's go. Слова и сердце кинкари, да. Они ей говорят, вот представьте, как они слышат. Когда они слышат следователь ответ на ваш вопрос. Вот их сердце, ум. Они говорят, о Венадиме, почему ты сидишь? Быстрее выходи на дорогу, веди к нему. Быстрее отдай себя, Гавин. Я думаю, вот такой ответ. Как слышишь, манжет. Может быть, я не прав. Я думаю, что ответа к твоему вопросу будет дальше в комментариях. Когда манжетает слышу песню, они говорят, о Раде, о Венадиме, почему ты сидишь здесь? Быстрее проходи на дорогах Раджа, о дуэль-лайк-лайк-лайк-лайк-лайк-лайк-лайк-лайк-лайк-лайк-лайк-лайк-лайк-лайк-лайк-лайк-лайк. Слушая эти слова от твоих мастер-встов, быстро идите и дайте себя к Гавин-дам. Может быть, я не права сказать Раде, Гавин. Совершенно верно. Вы абсолютно правы. Необходимо, да, прочертить эту единую линию единого чувства, единого намерения. Вот этот каньон, прочертить. Эту единую цепочку слёз. Единую цепочку жажды. Что возникает в сердце Руха Госвами? Рупа Манджари. Кама Ла Манджари. Их сердца едины со Свами. А её сердце едино с сердцем Мохана. И Радика's heart is one with Мохана's heart. И эта песня «Флейта» — это его плач. И эта песня «Флейта» — это его каньоны. Это его жажда. Это его жажда. Раса — смысл жизни Свамини. Раса — это его жажда. Его раса. И его раса. Утоление абсолютной и всеохватной жажды Мохана. Смысл её жизни. Это её счастье. Это то, что дороже жизни для неё. И поэтому Манджари, Кинкари, они ведут её к цели её жизни. К смыслу её жизни. И тем самым спасают жизнь Мохана. Спасают жизнь Свамини. И свою собственную жизнь. И они спасают жизнь Мохана. И они спасают жизнь Мохана, too. Рады, рады. Красиво ты это. Вот это сравнение. Каньоны и «Флейта» Кришны. Каньоны, его плачь, его боли, его огня. Да, боли. Рады. Это его призыв. Это его призыв. И Манджари слышит этот призыв. Они слышат её. Потому что они слышат её. Поэтому такая реакция. И Кинкари вскакивает, потому что она знает, что Радыка сейчас не в безопасности. Она нуждается в защите. Потому что она сходит с ума. От этой жажды Мохана, которая звучит в звуках флейты. Она сходит с ума. И Кинкари торопится на служение. То служение, в котором мы отчаянно нуждаемся с вами. Это смысл жизни Кинкари — дать океану берега. Этому бескрайнему океану, выходящему за собственные пределы. Дать берега и направленность. Потому что она отзывается на призыв океана. Это океан жаждет этих рек эмоций. Это наполняет его жизнь. Потому что он сухой. Там просто яма бессидонная. Это огромная, бездонная пропасть требует насыщения, наполнения. И река бежит, торопится наполнить этот океан. Наполнить эту пустоту. Наполнить эту пустоту. Наполнить эту пустоту. Ну вот, на этом. Если у кого-нибудь есть ещё что, чем поделиться, то как раз у нас, наверное, последние минуты остались перед тем, как мы… Сейчас я перебью. Сейчас я перебью. У нас последние минуты в нашем зум-шаре. Поэтому, пожалуйста, если вы хотите сказать что-то, пожалуйста, будьте free to share with us your feelings, your thoughts. And we will end in, like, several minutes. Давай, скажи, пожалуйста. Рады, рады. Спасибо большое. Не думаю, что у меня получится так же красиво, как у Дамодара пробыла завершить эту встречу. Поэтому попрошу потом что-нибудь добавить ещё после меня. Вопрос был про жизнь. Что для меня есть жизнь? Я хочу рассказать, что жизнь для меня есть жизнь. Мама! Недавно я начала об этом думать. И благодаря преданным я пришла к тому, что жизнь для меня – это игра. Игра, в которой Радхарани посылает мне послание и ведёт меня к Сирии. Она напоминает мне о себе природой, погодой, какими-то предметами и чувствами. Она напоминает меня о себе природой, какие-то ситуации, которые происходят в моей жизни, какие-то природные вещи. Например, про погоду. Погода влияет на каждого человека и на животных в том числе. И это не просто так. Потому что мы связаны с Божественным. Например, когда падает снег, я испытываю нежность. А когда идёт дождь, мне грустно. Я думаю, потому что Радхара не испытывает то же самое прямо сейчас. И я думаю, что я чувствую все эти эмоции, потому что Радхара чувствует то же самое в этом моменте. А когда идёт гроза, тучи, и всё становится страшно. Ну, как всем. Многим становится страшно. Я думаю, это Радхарани находится в мане. И нам не становится так же… Мы не испытываем ман, потому что мы манжари. Потому что мы не должны не злиться, а мы должны переживать не так. Мы переживаем за встречу Кришны с Радхарани. Например, когда есть солнце, или солнце, или солнце, или солнце. Для меня это как Радхарани, который в мане с Кришной. Он в мане, который в мане с Кришной. Но мы, как манжари, не в мане с Кришной. Но мы спрашиваем, как они могут встретиться, когда она испытывает этот ман. Ну, это мои предположения. Не знаю. Я только что об этом подумала про ман. Ещё про чувства. Мы испытываем какие-то чувства и взаимоотношения с другими людьми, похожие на те, как Дамадар Прабу говорил, мы играем в богоподобные игры. Это нас готовит к встрече со свами, чтобы её понимать. И Кришна. Также, я хочу сказать о чувства. Как Дамадар Прабу, он сказал, что мы играем в Бог-like ситуации, Бог-like ситуации, да? То есть, когда мы испытываем и чувствуем свои чувства с другими людьми, И поскольку для меня жизнь, как игра, как будто в ней есть задания, которые я должна выполнить и пройти. Иногда у меня не получается нормально пройти эти испытания, и тогда я думаю о смерти и хочу жить. А в отношении Манджарии, я думаю... А в отношении Манджарии, я думаю... Счастье свамини для них дороже жизни. Когда свамини плачут... Это невыносимо. И невозможно быть безучастным. Они согласны на всё что угодно, чтобы она была счастлива. И когда свамини плачут, это невыносимо для Манджарии. Когда они могут делать всё, или дать всё, свамини будут счастливы снова. Рады, рады. Рады, рады. Спасибо. Свамини плачет, потому что плачет Мохан. Она плачет не сама по себе. Она чувствует его сердце, чувствует его зов, чувствует его боль. И она плачет от этого. Почему свамини плачет? Она плачет не потому что自身 или отдельно. Она плачет, потому что она чувствует боль Мохана. И мы закончим чтением комментариев Анатадаса Бабаджи. О Шри Радыка. Утешь страдание своего сердца прохладным сиянием Шри Кришны. О Шри Радыка. Он воплощение расы, и он сияет подобно свежей тучи. Он воплощение расы, и он сияет подобно свежей тучи. Охлади его сердце, которое плает. Охлади его сердце своей сладкой расой. И этим самым охлади и мое страдающее сердце. И, пожалуйста, охлади сердце этой глупой служанки. Сиянием расы в видении твоей встречи со Шимасундрой. О Винодини, почему ты еще стоишь здесь? О Рады, Винодини, почему ты стоишь здесь? Ведь я накрасила тебя. Я надела тебя. Ты готова к Абисару. Ты готова к Абисару. Почему ты замерла? Почему ты замерла? Быстро выходи на дороге в Раджа. О подобные драгоценности, возлюбленная Кришна. О Jewel-like lover of Krishna. Послушай мои слова и быстрые ди, Говинди. Hearing these words of your maidservants, quickly go to give yourself to Govinda. О Радха, охлади же эту глупую служанку своей походкой. О Раде, cool off this poor maidservant while you walk. И своей сияющей расой. Прабхадананда говорит, о милостивая Радхика, сделай же счастливой свою служанку этой расой. Прабхадананда говорит, о милостивый Радхика, сделай ваш милостивый радхика с этой расой. Радхи, радхи. Радхи, радхи. Радхи, радхи. Мы задержали на целых 13 минут, но простите нас, пожалуйста. Радхи, радхи. Радхи, радхи. Радхи, радхи. Продолжение следует...